С 1 января 2022 года на рейс по маршруту номер 8 выезжают автобусы предпринимателя Алексея Мишина. За это время, как отмечают пассажиры, многое изменилось в лучшую сторону. Я езжу редко, но нормально, нравится. Устраивает, да. Все отлично. Езжу каждый день студент. Учусь в Котлосе, жил в Чикотском. И цена отличная. И тепло стало в автобусе. Все нормально? Все? Хорошо? Удобно стало, что к больнице подъезд есть? Мне все нравится. Мне нравится. Теплые автобусы, удобно. Я довольна. Вот я туда, с Вичегодского ехала, да. Теплый был автобус. И обратно. Конечно, радует. А так раньше мерзли. Доезжали, уже ноги даже не мели. Но, несмотря на все плюсы, предложения в адрес перевозчика поступать не перестают. Например, в комментариях, в социальных сетях пассажиры просят старые автобусы на маршруте полностью заменить на новые, ввести безналичную оплату, уладить расписание. Постоянно расписание меняется. И надо все время следить, отслеживать. В интернете новый график движения автобуса приходишь, бывает заранее, приходится долго ждать. Вылаживайте расписание так, чтобы это было уже точно закреплено и не менялось. Люди поехали на работу, с работы. И, конечно, когда идет свистопляска с расписанием, это недопустимо. Накануне в поселковой администрации состоялось рабочее заседание по поводу работы автобусов на этом маршруте. Представители городской администрации, общественники, депутаты и перевозчик обговорили все проблемные моменты, связанные с перевозкой пассажиров восьмерки. Основной темой была эта корректировка расписания. Так как маршрут удлинился, соответственно, и увеличилось время движения этого маршрута. То есть какие-то моменты надо необходимо урегулировать. Поэтому вот эта встреча и состоялась. То есть мы обсудили много различных моментов и пришли к выводу, что необходимо еще февраль проездить по этому расписанию, посмотреть, какие есть плюсы, какие есть минусы, учесть все пожелания еще жителей, вновь вернуться к этому вопросу в начале марта. Я предложил убрать шестой маршрут по Вычигодску и сделать маршрут 8А, который будет заходить, начинать с Пырского, заходить на байку и продолжать движение в Котлас. Вот как бы людям, которые на байке напрямую смогут ездить сразу в Котлас, не заезжая в Вычигодский, а сразу в больницу там везде, ну для удобства народа. Также был поставлен вопрос о стоимости проездного билета. Сейчас его цена 23 рубля, что не оправдывает затраты. В связи с этим уже с 1 февраля этого года стоимость проезда возрастет до 30 рублей. Субтитры создавал DimaTorzok